Добрый день, возлюбленные! Приветствуем вас, любовь к Иисус Христа! Сегодня мы работаем в условиях чрезвычайного положения, которое введено в Болгарию. И хотели поделиться одним видеообращением к Церкви Божией. Я являюсь практическим врачом в стационаре, в клинике. В частной клинике, более точно. И также являюсь священником в Церкви. Но я не хочу сегодня давать вам какие-то врачебные рекомендации. Об этом я достаточно говорю на своих врачебных сайтах. Я достаточно давал рекомендации о профилактике, как усилить свою иммунную систему. И сегодня, когда коронавирус уже пришел в Болгарию, я хотел бы поделиться чем-то особенным. Аз искам да споделя с вас нещо по-особенно, что смогло бы очень быстро мобилизировать вашу духовную, душевную, психическую и физическую иммунную систему. Вы знаете, когда пришел Иоанн Креститель, он пророчествовал Иисус Христия, приходя Иисус Христа. Той пророковал за идванието на Иисус Христос. И говорил о том, что секира при корне дерев лежит. И той говорил за то, что братва лежит до корня на древе. То есть это буквально лежит топор для того, чтобы рубить на корню. То есть буквально братва лежит в подножието на древе, за да можем да я вземим и да почвим да отсичим. Это пророчество в Иисус Христе, который пришел для того, чтобы искоренить власть греха. Иисус Христос пришел для того, чтобы уничтожить власть дьявола. Может быть не во всем мире, но в любом случае в том сердце, которое вполне доверяется Иисус Христу. Когда человек принимает решение посвятить свою жизнь Богу, через жертву Иисус Христа, то слово Иисус Христа искореняет из нас всякую нечистоту. Как это работает? Почему я хочу этим сегодня поделиться? Я хотел бы сегодня поделиться тем, что каждый человек имеет предназначение. То, для чего он создан. В чем смысл его жизни? Задай себе вопрос, для чего ты живешь? В чем смысл твоей жизни? В чем твое истинное предназначение? И я сегодня постараюсь дать себе такой библейский ответ. И днес аж се постараюсь да ти дам библейский отговор. Бог создал человека по образу и подобию своему. Бог е создал человека по своя образ и подобие. Как венец своего творения. Като венеца на своето творение. Но человекът беше нещо изключително. Бог поставил его выше ангелов. Бог го е поставил повисоко от ангелите. Выше архангелов. Повисоко от архангелите. Выше херуимов. Повисоко от херуимите. Выше серафимов. Повисоко от серафимите. Небесных войск и сил. От небесните войска и сили. Буквально Бог поставил человека наравно к себе. И буквально Бог и поставил човека наравно с себе си. И в това общение не могли бы даже проникнуть ангелы. И человек был создан для вечной жизни. Он никогда не болел. Он не знал, что такое старость. Это был абсолютно здоровый человек, который излучал молодость, силу и предназначен был для вечной жизни. И был предназначен за вечный живот. Но кто-то этому позавидовал. Один хирургин просто пожелал смерти человеку. Слово Божие говорит, что он от начала был человекоубийцем. И еще написано, что с завистью дьявол обошел грех в этот мир. И пише, что с зависть грехът е влязл в този свят. Дьявол сделал все возможное, чтобы изкусить человека. Дьяволът е направил всичко возможное, чтобы изкусить человека. И отсечив его от общения с Богом. И да го отсече в общение с Богом. И у дьявола это получилось. И на дьявола мы все получили. Человек искусился. Отпал от этого общения. Познал, что такое болезнь. Что такое старость. Что такое смерть. И какво е смертта. Но узнаете ли, какво е направил Бог. Бог отправил Свою единородно Сына. Бог е испратил единородний Сын. Дабы всякий верующий в Него. За да всякий, който вярвал в Него. Не погиб. Да не умира. Но имел жизнь вечную. Но да има вечен живот. Что мы имеем во Христе Иисусе. И какво имаме ние в Иисус Христос. Во Христе Иисусе Слово Божие Евангелие говорит. В Иисус Христос Евангелие доказва. Иисус Христос не почитал хищением быть равным Богу. Иисус Христос не е искал да бъде равен на Бога. Хищением. Он это не украл. Не е откраднал това право да бъде равен с Бога. Он принес это равенство нам. Той е донесал това равенство на нас. В тот момент, когда тело Иисус Христа было пронизено. И когато тело Иисус Христа было пронизано. Завеса в храме была разорвана сверху донизу. Завеса в храма беше разкъсана от горе додолу. и мы получили возможность входить во святая святых Богом. Амывшись драгоценной кровью Иисус Христа. Только представьте себе, что вернул нам Иисус Христос. Во Христе Иисусе мы возвращаемся в равное общение с Богом. И получаем невероятную благодать. Безгранична любовь Отца. И невероятное освещение от Него. Вот в этом общении, в этом освещении мы не можем болеть. Никакой вирус не может до нас долететь, даже близко. Вирус это только начало болезни. Грядут более страшные какие-то бедствия. Но Иисус Христос нас предупреждает, что тому надлежит быть. Но Иисус Христос не предупреждает, что така требует быть. Этого не стоит бояться. И не, не требует да се страхуваме от това. Сегодня я хочу поделиться тремя этапами. И днес искам да споделят три этапа с вас. Как нам войти в это невероятное общение с Богом. Как да влезем в това невероятное общение с Богом. И знаете ли, Иисус Христос не оставил уникальное наследие. И оно называется Нагорная проповедь. И сегодня мы откроем Евангелие от Матфея 5 глава. Из 43 стиха прочитаем. Вы слышали, что сказано «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Да будете и сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцем своем восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? И последний стих «И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Смотрите, Иисус Христос утверждает, что мы можем быть совершенными точно так же, как совершен наш Небесный Отец. Вы знаете, у многих христиан есть одна иллюзия. Многим людям сегодня кажется, что вот помолится за меня священник или служитель церкви, или просто верующий человек, възложат на меня руки, а я буду мгновенно исцелен. Вот в этот же момент. Иногда это, конечно, происходит. Но в основном с новообращенными. Со староверующими почему-то этого не происходит чаще всего. И сегодня я объясню почему. Вы знаете, люди не хотят совершать труд. Хората не искат да извършват труд. Элементарные заповеди, Господи. Не искат да исполняват элементарните заповеди на Господь. Но Слово Божие говорит, что Бог горд им противится. Но Божие то Слово казва, че Бог все противе на гордите. А на смирените дава благодат. И еще написано, что Бог исцеляет сокрушенных сердцем. И исцеляет сокрушенных сердцем. И исцеляет тези, които с сокрушением сердцем. Что это значит? Какво значит това? Бог не исцеляет. Бог не исцеляет. Бог горд им противится. Бог си против на гордите. Смирен им дает благодать. А на смирените дава благодат. И что значит смириться? И какво значит да се смирим? Это значит, что когда я читаю Божие Слово, и читаю Божие повеление, повеление Иисуса Христа, и читаю това, което не повелил Господь да правим, я призван это исполнить, правильно? Аз съм призван да го исполня. И смотрите, я это называю очищением русла от камней. И това го наричам причиствованието на реката от камените. Очищением русла своего сердца. Причиствованието на реката на моето сердце. Когда в Нагорное пропаде Иисус Христос говорит войдите в тайну комнату. Когато в пробовете се на планината, Господ казва влезьте в тайната си стаечка. И молитесь Богу в тайне. И се молейте на Бог в тайна. И не молитесь как язычники, которые думают, что в многословие своем будут услышаны. И не се молейте като язычници, които си мислят, че в многословието си ще бъдат благословени. И Бог видя тайна, и воздаст вам явно. И Бог, като вижда тайното, ще ви въздаде наяве. И когато аз влизам в тайната стая, така беше с мен, когато так му познах Бог. И когато започвах да си моля на Бог, Бог часто ме обличавал. И в моето сердце появлялся обидчик. Тот челек, который сказал мне злое слово. Тот челек, который я не мог простить. И я начинал внутри себя бороться. И Бог начал учить меня. Ты просто исполни заповеди, Господи. Прости этого человека. Прости на този челек. И первые шаги были трудны. Первые камни было очень трудно так выкорчевывать. И первые стыпки бяха много тежки. И первые камни, които трябваше да их свырля, бяха много тежки. Тяжелее всего мне было простить моего родного отца, который бросил меня маленьким, и просто отрехся от меня. Я всех простил, но своего родного отца не мог простить. Я спростих на всички, но родная си баща не может простить. И вы знаете, гордый человек он не может простить. И гордый человек той не может простить. Я пришел вот к этой дилеме. Аз дойдох к тази дилема. Я попросил у Бога, Господи, дай мне благодать, чтобы я мог простить этого человека. И аз помолих, Господь, Боже, дай мне благодать, за да мога дай мне твоей любви, чтобы я мог простить своего родного отца. Потому что сам я простить его не могу. И Бог дал мне эту любви. И в тот момент, когда я с Божьей помощью простил своего отца, я получил очень мощное исцеление от тяжелого заболевания. И при этом я даже не думал, что я смогу исцелиться. Но Бог исцелил меня. И это было следствие на то, что я смог простить. И это нагорная проповедь. Потому что Иисус Христос говорит, прощайте и прощи не будете. И если вы не можете простить, то и Отец в Небеса не сможет простить вам при грешении ваше. И тогда и ваш Отец няма да может да ви прости при грешении ваше. И Слово Божье говорит, молите за обижающих вас. И иногда мы из-за этого очень сильно болеем. И понякога много тежко болидуваме заради това. Кто-то меня обидел, я постоянно в своем сердце только думаю, как ему отомстить. И в своето сердце я само си мисля, как да му отомстя. Думаю, 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 целыми днями и ночами эти мысли приходят. Цял день, цял, цяла нощ мысля. И вы знаете, тяжелые раздумья, да? И знаете ли, тежките мысли по психосоматики поражают желудочно-кишечный тракт. Те поражают червата ни. Поражают поджелудочно железо. Поражают желычката ни. И через какое-то время человек хочет или не хочет заболевать сахарным диабетом. На сегодняшний день психосоматическим заболеваниям отнесены 98% всех заболеваний. Даже травмы отнесены к психосоматике. Потому что спокойный человек травм, как правило, не получает. А Слово Божие что говорит? Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Бежит и спотыкается в потьме. А праведный смел как лев. Вот он травматизм. Унылый дух сушит кости. Это тоже написано в притчах. Что такое сухая кость? Это ревматоидный артрит. Это коксартрозы, гонартрозы. Это анкелозирующий спондиолартрит. Болезнь Бектера на простом языке. Человек просто высыхает. Его кость высыхает. Мозвоночник его высыхает. Потому что он поражен унылым духом, депрессией. А радостное сердце, что написано? Исцеляет. Итак, я вам открываю. О, мне машут тут руками, слава Богу. Открываю первую ступень. Что на первом этапе это выкорчевывание камней из своего сердца. Это любить ненавидящих вас. Это благословлять проклинающих вас. Это молиться за обижающих вас. Это благотворить тем, кто вас ненавидит и всячески злословит за имя Иисус Христа. И это труд. Оно само по себе не происходит. Поэтому Иисус Христос говорит. И затова Иисус Христос не казва. Ако брат ти има нещо против теб, ако си ему дал риза, а не, ако ему должиш риза, отдай ему и вторую рубашку. Если ты ему что-то должен, отдай ему вдвойне. Потому что иначе потом он приведет тебя на суд. После той ще доведе на суд. Вы знаете, здесь Иисус Христос говорит, поспешите очистить русло своих сердец. Тук Иисус Христос не казва, побързайте да изчистите сердцето си. Почему? За что? Потому что есть что-то более важное. За что-то има нечто по-важно. Когда наши русла забиты камнями, мы не можем пробиться к Богу. Мы не можем войти во святая святых. Но когда камни расчищены, мы входим на второй этап. И вы знаете, что это такое? Это наше благодарение. Когда мы уже Бога бесконечно благодарим. Потому что мы уже вошли во святая святых. И там у нас есть бесконечная радость. Поэтому апостол Павел пишет, радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. Это бесконечная хвала Богу. Но знаете, есть еще третий этап. И он самый высокий. И то есть на третьем этапе, в самой глубине сердца Бога. На третий этап, в най-длбоките, в най-длбоките, в най-длбоките мясо на Господь, ты вдруг познаешь сердце Отца. Ты извинешь, познаваш сердцето на Баща. Ты узнаешь, насколько Бог любит человека. Извизнешь, познаваш, колко Господь обича человека. И Он создал человека для общения с самим собой. И Той создал человека за общение с себе. И для Него это так драгоценно. И именно по этой причине Он желает спасти всякого человека. И точно по тази причина Той иска да спаси всякий един человек. И Он не желает смерти грешника. но желает всех привести к покаянию. И вот в этом святая святых ты получаешь очень мощный посыл, послание. Когда ты познаешь любовь Отца, тебе хочется выйти из святая святых и идти к человеку. Ти искаешь да излежешь от пресвятото място и да трыгнешь к человеку. К неспасенные покающие душе. Кам неспасените души. Для того, чтобы донести для Него благую весть. За да донесешь до тях благата весть. И любовь Небесного Отца. И любовь Та на Небесный Отец. Я помню в 90-е годы во время пробуждения. И я столкнулся с одним бывшим наркоманом. Который получил освобождение, довольно мощное освобождение от наркотической зависимости. Благодаря тому, что он познал благодать Иисус Христа. И он ходил по всему городу. Подходил к людям. И говорил, если бы вы только знали. И им казваше, само ако знаехате. Колко много вы обича Иисус Христос. И то же человек познал любовь Отца. И это самое драгоценное. И това е най-скопоценното нещо. Иисус Христос говорит, нет больше любви. Иисус Христос казва, няма по-голяма любовь от тази. Скажи себе так, нет больше любви. Кажи си, няма по-голяма любовь от тази. Как если кто душу свою положит. Освен ако някой не положит душата си. За друзей своих. За свои те приятели. Это самая твоя най-виша ступень. Самая высокая любовь. Най-виша этап на любовь-то. Поэтому вот в этих условиях. За това в тези условия. В условиях коронавируса. В условиях коронавируса. Ну я считаю, конечно, как врач это понятно. А с кату лекарь смятым, че твое ясно. Я считаю для себя большим преступлением сидеть безмолвно, сложа руки и просто смотреть, как люди умирают где-то в Италии с сотнями. За меня на голямом преступлении стоят, да не правят нищо. Я только знам, че умирают хора в Италии, например. И сейчас это пришло в Болгарию. И сега твое идея в Болгарию. Я хотел бы сказать вам сегодня. Дороги, драгоценные души, скъпи, скъпоценные души, которые предназначены для Божьей любви, для самого близкого интимного общения с Богом, во святая святых. Бог вас очень сильно любит. Бог много ви обича. И Он ждет вас во святая святых. Чтобы вы вошли туда, прежде омывшись драгоценной кровью Единородного Сына. Просто скажите, Господи, прости меня. Возможно, я давно уже хожу в церковь, но из-за своей самоправедности я перестал замечать других людей. Я забыл про первую любовь. Иисус Христа. Потому что Он нас первый возлюбил. Води в мое сердце вновь, Иисус. Произведи свое действие. Дай мне такую мощную силу. Проповедуйте Евангелие. Потому что мы только в начале болезни. Еще грядут глады. Еще грядут войны. Самые невероятные катаклизмы и бедствия. Но Ты заповедовал нам не устрашаться и не бояться. Ты дал нас самое мощное оружие. Мы непобедимы. Потому что в наших сердцах царит Твоя любовь. И она посылает нас в самый очаг любой инфекции. инфекции. Для того, чтобы молиться за больных. Для того, чтобы поднимать все хромлище. Чтобы твоя совершенная любовь изгоняла всякий страх от всяко сердце. Написано, что люди будут издыхать от страха. И пишет, что хората издышат от страха. Но совершенная любовь на Иисус Христа изгоняет всякий страх. Прямо сейчас. Просто пригласите Иисус Христа в свою жизнь. И самое главное, что сегодня я хотел бы донести до вас, ищите Бога, пока Он близок. Входите во святая святых, пока завеса, пока еще открыта. Ныне все время благоприятно. Ныне все еще день спасения. И днес еще не поздно наполнить свои сердца святой благодать Иисус Христос. Не се страхувайте от коронавируса. Иисус Христос. Иисус Христос. Если согласны скажите Аминь. Яку сте согласны скажите Аминь. 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 Иисус Христос.